Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас! Вы смотрите Город женщин, и сегодня с вами будем мы, команда Среды. Это я, Дарья Анкехова, также Бема Лазарева и Мария Куницкая. Мы, как всегда, в боевом настроении, как всегда, с самым замечательным настроением. И сегодня наш эфир мы, как всегда, в принципе, посвящаем красоте. Красоте женщин, уход за женской красотой. И, конечно же, поговорим про гардероб. Да, обязательно. Сегодня у нас будут гости замечательные, и мы, конечно же, добьем эту тему, что же носить летом. Ну, а я небольшое сделаю такое отступление для семьи и для тех, кто с детьми будет сидеть дома. Как занять детей? Вау, это очень интересно. Уже интригующе. И мы начинаем наш эфир с лайфхаков от Маши. Ну, раз уж я сказала, что посвящу детям, все знают, что каникулы начались уже как месяц почти у тех, кто не сдаёт экзамены с первого по... А, нет, у нас же теперь и первые классы тоже сдают всякие экзамены, по четвёртым, какие-то у них зачёты. Но вот УГ уже завершились, ждёт последних результатов каждый ученик. А ЕГЭ ещё не завершились. Но ЕГЭшникам это не посвящается, потому что они, скорее всего, все поступать будут. И уже как бы и не совсем дети, это какие-то дети только в понятии родителей. А в общепринятом понятии тоже, Маш, это уже молодые люди. Я знаю, почему так прямо долго об этом говоришь, потому что сейчас сама находишься на этой стадии. Да, 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 потому что у меня дочка сдала ОГЭ, вот всё радостное, прекрасное, что она наконец-то отвязалась от этих экзаменов. И вся в предвкушении уже каникул. И с точки зрения вот, ну, мамы, да, я понимаю, что дети, когда для них каникулы, ааа, я лежать буду, валяться или там. То есть всё, что угодно, но только ничего не делать. Да, ничего не делали. Значит, я предлагаю, что в качестве игры предложить детям рулетку по обязанностям. Мы её будем делать сами из тарелочки детского спиннера. Ну, небольших, так сказать, покрасочных элементов. И, значит, нам нужно сначала покрасить тарелку в чёрную краску. Так звучит, да? Рулетка обязанностей. Обязанностей. Уже пугающе пугающе. Значит, ну, мы берём просто краску акриловую. Я вот так показываю, как наносить краску. Я уже такую тарелочку купила. Это, думаю, очень весело будет. Кому же попадёт там. Да, да, совершенно верно. Вот, у меня она, я недавно её подкрасила. Значит, нам нужен будет спиннер. Я заготовила, значит, такую вот вещь. Это двусторонний скотч. Чтобы если вдруг ребёнок будет говорить, что не трогай мой скотч, я скажу, что нет. Ты знаешь, он будет в целостной сохранности. У него будет... Можно будет его снять. Так, вот так мы берём. На спиннере я тоже наклеила. Мы приклеиваем спиннер на тарелочке. Вот у нас уже есть рулетка. А, спиннер мы на донышке. Да, да. Значит, теперь нам нужно продумать, собственно, какие обязанности нам нужно будет вменять нашим детям. Ну, наверное, первое – это мытьё посуды, да? Да. И уборка своего личного пространства, которое иногда похоже не то, что на мужскую берлогу, я иногда вообще захожу в детскую, говорю, так, товарищи... Просто на берлогу. Да-да-да, я не знаю, на что она похожа вообще. Бывает просто я в ужасе. Я оттуда вылетаю, говорю, так, я здесь не появлюсь, пока здесь не будет порядка. Кстати, я была свидетелем такого захода в ту самую берлогу. Я вот так открываю дверь и говорю, так, я сюда не зайду до 2 дня, пока вы не уберётесь. Ну, потому что это катастрофа бывает. Маш, ну тарелочку чёрную покрасим дальше. Покрасили чёрным, допустим, теперь мы должны... Так, сейчас я проколю, у меня совершенно новая краска. Нам нужно нарисовать предметы, которыми мы будем поручать нашим детям. Ну, я рисую, допустим, чашечку. То есть это помыть посуду, да? Помыть посуду. Да, чашечку. А берлогу как убрать? Тарелочку сейчас. Берлогу только как рисуешь? Тарелочку, берлогу, ну можно нарисовать, допустим, одежду убрать. Давайте нарисуем футболку. Футболку. Можно нарисовать веник. Да, вот, точно, Даша, молодец, мы рисуем веник. Ой, чтоб я ещё, я про себя думаю. Прочитать книгу это входит, нет? Да, вот я хотела сказать, чтобы мозг развивать, давайте нарисуем книжку. То есть прочитать, пересказать. Надо тарелку... Я тогда возьму это, как вот, такое, знаешь, большое это... Бадьё. Нет, не бадьё, а большое такое, как это называется-то? Тазик, что ли? Да не тазик этот. Под нос. Поднос, поднос. И буду там на подносе... Давайте вспоминаем, какие ещё мы детям обязанности. Собака, гулять с собакой. Гулять с собакой, да. Поскольку для меня это тоже актуально. Так, рисуем собачку. Кастрюлю нарисуй, приготовить, кушать. О, Даша, это нереально. Давай, давай, рисуй. Собака у меня получилась зверская совершенно, но зато весёленькая. Хорошо. Так, кастрюлю, да? А, еда, кастрюлю, да? Хорошо, давай кастрюлю рисуем. И сходить... А, мусор вынеси. Мусор вынеси и стиральную машину запусти. Так, у меня только два места, давайте. Значит, стиральная машина и мусор, да? Да, стиралка и мусор, да. А может, даже не стиралка, а тазик нарисуй, пусть руками стирает. Нет, не руками, значит, доска, знаешь, 16 век такая. Чтобы поняли, что это такое. Давай рисуй. Давайте всё-таки стиралку. Я стиральную машину, девочки, я не буду в такой степени издеваться. Не будем издеваться. И мусор, да? И так уже ленинг. А, мусор, давайте ведро, да, ведро нарисуем. Ведро давай. Ведро. А где стрелка-то, я ничего поняла. Подожди. Сейчас всё будет. Всё сразу. Мы... Стрелки не будет, в том-то и дело. А теперь, смотрите, допустим, вот я какая редиска, я не взяла с собой, я его съела, апельсин. Хорошо, давайте мы завозьём... Вот это будет у нас приз. Представим, что это Кока-Кола. Мы ставим её сюда, это у нас будет ориентир. Мы вращаем нашу тарелочку на спиннере. И вот кому-то выгодно гулять собак. О, как классно. За это он получит, допустим, Кока-Кола. Сюда можно вставить шестого года, можно положить монетку, можно положить, я не знаю, там... Тысячу рублей. Тысячу рублей положить. Ага, тысячу рублей. А нет, 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 чем больше суммы, тем можно вообще несколько раз крутить. Ну, то есть, получалась у нас вот такая вот штука, декоративная, смешная, которая в себе содержит обязанности ребёнка по дому. Круто. Всё гениально просто, Маш. Спасибо большое. Я надеюсь, это будет такой хорошим советом всем родителям на заметку во время летних каникул. Ну, а сейчас самое время перейти к нашей постоянной рубрике про образ. Сегодня у нас в гостях наши очень хорошие друзья. Магазин Элис. И мы с ними посмотрим сюжет про них. Давайте посмотрим. Встречайте, лето и эсэх во всей красе. Новая, лёгкая и обворожительная летняя коллекция Элис уже ждёт вас в торговых центрах «Оптимист» и «Апельсин». Ну что ж, дорогие друзья, хотелось бы представить нашего гостя сегодня. Это Ирина Иванова. Ирина у нас владелица магазина «Элис». Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня там только была. Ну, наконец-то вы появились в городе женщин. Мы давно сотрудничаем с вашим магазином. Мы любим ваш магазин. Но всегда за вас приходили иные ваши сотрудники. А сегодня мы приветствуем вас. Добро пожаловать. Да, спасибо большое, что пригласили. Ирина, вот расскажите, пожалуйста, немножечко вкратце совсем о магазине «Элис» вновь. Для тех, кто, возможно, не слышал ещё про этот магазин. Да. Я хочу сказать, что это российский бренд женской одежды. Самое удивительное, что, на мой взгляд, можно было бы порекомендовать нашим женщинам и чем он отличается вообще от других магазинов, которых на самом деле в нашем городе очень много. Это то, что там представлено две марки «Элис» и «Лолис» на абсолютно разные размеры и разную возрастную категорию. Также я хотела сказать, что в магазине «Элис» нам размерные ряды есть и от 42-го, и до 56-го. Поэтому любая женщина, которая посчитает и захочет выглядеть очень модно, стильно и комфортно, может подойти в наш магазин. Вот в этом, я думаю, самое главное, самое большое отличие нашего магазина. Да, я хотела добавить, что на самом деле «Лолис» для девушек размере плюс. «Лолис» – это просто такая прям находка, потому что вещи там практичные и очень стильные, не похожие на другие размеры большой одежды. И название, кстати, красивое «Лолис». Да, «Лолис» очень красивая. А если вот что касается лично вас, Ирина, да, ну сегодня вы у нас такой, знаете, уже известный, да, управляющий магазин, а у вас очень хороший вкус, да? А вот с детства ли у вас была любовь вот именно к таким хорошим, вот там, именно вкусу, чувству стиля? Или все-таки у вас кто-то воспитал это? Вы знаете, я думаю, что очень большое влияние на вообще формирование моего вкуса было то, что я училась в Санкт-Петербурге. Я закончила институт по тем временам торговли и общественного питания. И поэтому, конечно, там невозможно было не окунуться в саму атмосферу моды, стиля, да, подбирать луки. Тогда у нас такого не было понятия, как луки, но образы были всегда. Да, поэтому, конечно, я думаю, что и сам город во многом дал отпечаток на то, что вот это именно культура, больше классики, больше что-то такое, знаете, очень удобное, очень современное. И на все случаи жизни, я думаю, вот этот стиль у меня оттуда. Оттуда. А кто все-таки у вас, может быть, есть иконы стиля? Да, конечно, есть иконы стиля. Если брать ее из прошлого, то это Грета Гарба мне очень нравится, мне кажется. Она просто потрясающая женщина. Если смотреть из современного, да, ну, Сара Джессика Пархер, как бы это ни было банально, да, просто я не знаю, по поводу ее гардероба, мне кажется, реально настолько она сбалансирована, настолько гармонична и очень ярко при этом. Вот мне очень нравится. Кейф Миддлтон мне очень нравится, да, тоже она великолепная, как раз, я думаю, в стиле того, как мне больше нравится классика современная. А вот на ваш взгляд тогда, вот какая она современная женщина сегодня? Но я думаю, что современная женщина в первую очередь очень динамичная. Очень динамичная. Она очень активная. В то же время, знаете, образованная и разносторонняя. Сейчас я сталкиваюсь с огромным количеством молодых женщин, и что мне в ней больше нравится? Они успевают быть прекрасными мамами. Плюс ко всему, все занимаются фитнесом. А посмотрите, как у нас в городе красиво девушки выглядят. Я вот очень много путешествую, я считаю, что наши девушки самые ухоженные, самые красивые. Да, успевают еще все. Правда, да. И самые нарядные. Вы знаете, это замечаю не только я, но и наши гости. Мне кажется, что это правда. Ну, а вот если все-таки дать совет. Вот сейчас, наверное, многие женщины прям рванули по торговым центрам, да, вот в поисках своего летнего образа, да. Ну, как вы уже сказали, сегодня выбор-то, в принципе, есть у нас в городе, да? Ну, а с чего начать? Вот для себя, вот перед тем, как рвануть по торговым центрам, что нужно, вот ваш совет, что нужно сделать вначале? Да. Ну, на мой взгляд, знаете, что нужно? Нужно, во-первых, критически посмотреть на свой гардероб. Потому что, как мы говорим, нечего надеть, надеть яд. Голая, раздетая, думаю, что это у всех женщин так бывает. Но надо очень критически посмотреть, потому что там есть такие базовые вещи, которые абсолютно никогда не выходят из моды. Например, классические юбки, которые можно обыграть, белый летний костюм, я думаю, прекрасно будет смотреться, какая-то юбка. Вот выбрать такую основную какую-то вещь, посмотреть, чем можно ее дополнить именно в этом сезоне, какими образами, либо какими аксессуарами, и потом под вот эту основную базовую вещь пойти подбирать, да. Еще лучше перед этим, может быть, быть в хорошем настроении, перекусить, либо попить кофе с подружками. И вообще я предлагаю по магазинам ходить обязательно с кем-то. С кем-то. Да, и не делать таких, знаете, импульсивных покупок. То есть посмотреть на это. И в совет послушать, да? Абсолютно, да. Ирина, подскажите, вот вы затронули тему аксессуаров, да? Вот насколько важно вообще в гардеробе у девушки иметь эти сережечки, сумочки, платочки? Ну, конечно. Во-первых, вы знаете, одно и то же платье, если повязать платочек, оно уже будет другим. Если одеть вечерние серьги, оно будет абсолютно, скажем, по-другому смотреться. Поэтому я считаю, что аксессуары, конечно, это бриллианты, это лучшие, конечно, для женщины и подруги. Да, но я считаю, что хорошо подобранные аксессуары ни в чем не уступают. Особенно если, как бы, аксессуары не подыгрывают под драгоценный металл, а именно это прям аксессуары из натурального камня, может быть, даже из дерева, либо из хорошего там пластика. Это бывает очень хорошо. Потому что я за аксессуары. За аксессуары, да? Ну что, сегодня вы подготовили для нас такой показ летней коллекции, и как раз таки с теми самыми аксессуарами, полные образы девушек. И давайте, мне кажется, приступим к нему, потому что, ну, не терпится уже посмотреть на летнюю коллекцию магазина Элис. Хорошо. Просим. Бема, иди на подмугу. Да, иду помогать. Какая прям круизная коллекция. Я только хотела сказать, прямо пароход, Бема, пароход. Отправляемся на моря. Да. Очень красиво. Ну, что я в этом хотела бы сказать? В первую очередь, конечно, морской стиль, он вне всякого времени. Белое в сочетании с нежно-голубым, оно прямо освежает. Так как у нас, якутяне, все наши девушки красивые, очень с нетерпением ждут лета, я считаю, что белый цвет, он нам всем идет и всегда очень украшает. И это прямо по-летнему. Представлено в коллекции лен в сочетании с длиной платье и рубашка отдельно причем. Опять же можно отдельно... Да. Это, получается, кюлоты, брюки, кюлоты, причем они укорочены. Кюлоты, да, очень клевые, это леная коллекция и украшена костюмом, можно его отдельно носить. Очень хорошо, конечно, будет платье, вот в морском стиле, опять же, немножко более нарядный вариант, это вот наше кружево. Я считаю, что оно садится идеально на любую фигуру, так как это можно подтянуть, оно такое с запахом, да. А, сзади вот, по-моему, у нее подтяжка. Да, да, да. Здесь вот подтягивается все, и получается, смотрите, то, к чему мы всегда стремимся, это асилуэт, получается, да, песочные часики, посмотрите. А, покажите. И здесь идет акцент на талии, и появляются такие вот округлости, в принципе, чего не хватает иногда нашим женщинам. Да. Очень красивое платье, V-образный вырез, супер. И очень хорошая посадка у него за счет того, что уникальная длина, и сами вот платье-халат, конечно, оно всегда, во все времена очень модно. Платье-халат забыл. Да, да. Платье-халат это вообще вне времени, да. Также дополнить можно вот аксессуары в национальном стиле, это все сочетается, и очень интересно, опять же, я считаю, что нашим девушкам это все очень идет. А вот юнка и эта сумка здесь еще тоже из вашей коллекции? Да, это все Элис. Да, сумочки тоже из магазина Элис, их можно подбирать под разные комплекты, и не обязательно тон в тон. Я хочу сказать, что сумки не обязательно должны быть либо в тон обуви, либо в тон платью, они могут быть просто как... Да, игровыми, а еще они могут быть акцентными, да. Абсолютно, да, они должны притягивать внимание, ну и дополнять. Нет, внимания лучше не надо к сумке притягивать. Внимание к девушке. Внимание к девушке. Да, внимание к девушке. Я хочу на самом деле еще рассказать про вот эту замечательную рубашку, это рубашка отдельно, то есть это не комплект, это платье сарафан идет, и мы накинули рубашку. Мне очень нравится бахрома, можете показать бахрома? Да, кстати, тут не видно же сзади. Сзади не видно, это очень стильно, и вроде бы такой незначительный элемент, она очень украшает и вытягивает образ на совсем другой уровень. И в принципе такую рубашку можно носить и с джинсами, она достаточно базовая, достаточно объемная, тонкая, на лето. Ее можно использовать, как вот мы сделали накидку, а можно прям найти, как там застоятельную вещь. Сейчас это как пюджет получается, да, как пюджет? Да, как накидочка, чтобы на маечку можно, да, чтобы руки, те, кто хочет немножко вот в прохладный вечер чуть-чуть прикрыться. Ну тут такие красавицы, им что там прикрывать-то без пюджет? Ага, у нас здесь еще раз, другие красавицы, спасибо, поговорим, девушка, следующее. Следующий, давайте посмотрим. Ой, а там прям цвет, цвет уже другой совсем. Это сафари, да? Да. О, там жирафик мой любимый. Одно из отличительных черт этой коллекции, это то, что это натуральные ткани, натуральный лен. Единственное, что бывают там такие добавки, специально шелк, лен с шелком для того, чтобы он меньше мялся, был более... И пластичный. Да, да, был более нарядный, чтобы не выглядел так просто, потому что наши женщины, как бы, ну не всегда очень хорошо относятся к кольнукам, потому что им кажется, что вот он мнется, как-то может быть не так нарядно, как нам бы хотелось. Ой, лен, говорит. Да, ой, лен. Вот, а на самом деле лен, это прекрасная ткань, она замечательно дышит, она замечательно... На лето, мне кажется, прям реально смотрится. И в сочетании с небольшим количеством шелка, который есть в составе ткани, конечно, он не такой, скажем так, трудный в носке, в скидке. А еще, знаете, вот интересно, это я вам скажу, как вы знаете, знаток материаловидения, значит, лен стимулирует правообращение, потому что у него такая специфическая текстура, он стимулирует кожу и, между прочим, очень полезен для нее. Он такой, да, здоровый, полезен для здоровья. Ничего себе, какие смыслы. Да, да, да. На самом деле, я хочу сказать, что по стилю то, что лен допускает, даже нужно, чтобы он был чуть-чуть мятый. Да, 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 шик такой. Потому что, когда лен сильно отпарен, отглажен и выглядит идеально, это прям заметно, что человек готовился выйти в свет, все отпарил. То есть для льна это не критично, и даже могу сказать, что необходимо, чтобы он был немножко. Поэтому это дает ощущение того, что тело и человек живут друг с другом, то есть одежда гармонично существует с вами, а не как отдельное что-то. Ну, а я хочу поподробнее об образах поговорить. Давай. Ну, я могу. Давай поговорим. Давай, разговорим. Я хочу послушать лучше Ирину. Мне вот юбка потесированная нравится. Посередине красивая, да? В прошлый раз вы тоже представляли листером юбки? Я, правда, тогда я уже влюбилась. Я сегодня как раз поднималась смотреть на юбки. Да, она еще так красиво развивается. А вот вечный вопрос, как такие юбки стирать? Вообще, вы знаете, с чем еще, я хочу сказать, отличительная черта, например, нашей ткани? Во-первых, ткани представлены в нашем магазине, это итальянские, турецкие, германские ткани. И основной идеей самого бренда заключается в том, чтобы ткань при стирке и при уходе не садилась, не меняла своих свойств, чтобы на них не было, знаете, таких вот обычных катышек, либо что-то, какая-то деформация. Поэтому там, во-первых, на каждом изделии написано, как за ним ухаживать. А вот эту юбочку вы просто можно постирать вручную, повесить ее, просто вытянуть. Да, да, ее, то есть вот вещи, вещи в Элисе и в Лалисе, их не нужно сдавать в химическую чистку. Ну, за исключением, конечно, может быть, руакара, белого какого-нибудь там, или может быть, жакета какого-то белого, да? Все остальное можно спокойно стирать в стиральной машинке, то есть уход очень хороший. И вот эту вот юбочку спокойненько можно постирать, я думаю, что надо посмотреть, может быть, даже... То есть не боятся плессированные люди? Вообще не боятся, девочки, вообще не боятся плессированные. А еще они комплементарны, то есть, допустим, в принципе, эта юбочка очень хорошо будет смотреться даже с маечкой, которая вот рядом у нас с нами стоит. Вот там, да, золотильная, деловой. То есть это вот капсулы, то есть вы берете там несколько вещей из одной капсулы, и они друг с другом работают. Или даже можно брать из другой, допустим, из морской капсулы добавить, да, чего-то. И главное, когда берешь в одном бренде, это все друг с другом работает, элементарно, это очень классно. А эти образы, это больше, получается, наверное, на такой выход, да, куда-то? Нет, это посидентка. Да, это вот в самой марке есть четыре линии. Это классик, романтик, элеганс и комфорт. Да, то есть вот, и что мне нравится, в принципе, во всех этих линейках у них бывает, что одна цветовая гамма, либо какая-то одна идея. То есть мы можем, как правильно Бема говорит, да, смиксовать что-то из комфорта, с элегансом, романтик, с классикой. И это всегда смотрится хорошо. Тем более, что цвета... И следующие два указа. Вау, те самые, да? Да. Уже цвет такой... А, да. Вы знаете, я не хотела бы добавить, что очень много натуральных цветов, которые, ну, действительно, они летом очень актуальны, да? Вот, и такой вот цвет натуральный, да, называется грей, он очень популярен, и, мне кажется, нашим девушкам очень идет, потому что он прямо украшает и делает лица более яркими. Что я хотела отметить, в первую очередь, конечно, это качество материала, который на наших девушках, и, естественно, размеры. У нас есть вот линейка, про которую я говорила, Лалис, да, она до 56-го размера. Очень комфортная, очень удобная в носке и в уходе. Модель в то же время современная. Да, я вот смотрю, вот этот симметричный низ, она такая... Да, помните, я говорила, что в Элисе именно линейка Лалис, размера плюс, она современная очень. То есть это не те модели, которые мы представляем, когда приходим в большую рыбу для наших мам, то есть, о, нет, то есть ее можно прям хорошо носить и вместовать. Ирина, у нас остается совсем немного времени, а мы знаем, что Элис часто проводит различные акции. Есть ли какие-то сейчас для модниц наши? Да, у нас сейчас замечательная акция, приходите, мы приглашаем в наши салоны. 30% скидка на всю летнюю коллекцию, на все, что вы здесь видите, 30% скидка. Также у нас в связи с тем, что мы делаем реконструкцию магазинов торгового центра «Апельсин», полная ликвидация коллекции со скидкой до 90%. Да, поэтому мы всех приглашаем. Также я хотела особенно поблагодарить наших партнеров. Ювелирный салон «Алмаз», который любезно предоставили, с которым мы очень хорошо всегда сотрудничаем, с аксессуарами, с бижутерией. То есть они, ну, прямо очень хорошо дополняют все наши образы, и мы с ними гармонично смотримся. Ну, а мы, в свою очередь, не прощаемся с магазином Элис, мы ждем вас с новыми коллекциями и желаем вам всего самого наилучшего. Огромное вам спасибо. Обязательно придем. А я была недавно в таком очень классном магазине обуви, и мы там сняли сюжет. Давайте посмотрим. Модная обувь – это один из самых главных аксессуаров для построения образа целиком, как для женщин, так и для мужчин. А сегодня на примере бренда Карла Пазолини мы посмотрим основные тренды 2019 года, которые представлены в нашем городе. Один из самых главных трендов в этом году, конечно же, это толстый устойчивый каблук. Смотрится очень хорошо, плюс добавляет рост, и цвет бежевый, конечно же, не укорачивает. Визуально образ становится более узким, длинным, и в целом, конечно, качество издавляет хорошее впечатление. Королева обуви – это лодочки. В Карла Пазолини есть разнообразные виды, но они классные тем, что они классические. Невероятно красивый цвет. Такой цвет правильно бежевый, достаточно холодный, достаточно теплый. И прям зайдет под все образы, под любую одежду, начиная от джинсиков и заканчивая классическими какими-то образами. Один из самых главных трендов в этом году, конечно же, это архитектурный каблук. Он может быть разным, необычных, оригинальных форм, но мне нравится в этих туфлях, что они более классические. И я рекомендую такой архитектурный каблук носить с такими маскулинными вещами. Например, с мужскими практически костюмами, оверсайз, или с какими-то такими вот офисными рабочими вещами. И будет смотреться очень хорошо и стильно, и будет подчеркивать ваш индивидуальный стиль. Мне очень нравится острый носик. Это тоже тренд, и в этот тренд вы можете вкладываться, потому что в ближайшие 2-3-4 года этот тренд точно не спадет и будет пользоваться громадным успехом, потому что он очень функционален. Босоноски – это, конечно, самая удобная обувь для летнего кардероба. Основные тренды – это, конечно, постельные оттенки, более спокойные цвета, плетенность, например. Также не забывайте про такой интересный тренд, как сандалии в спортивном стиле. Смотрятся очень круто, очень интересно, они очень сильно оживляют образ. Мюли – это один из самых безопасных способов экспериментов, потому что они очень удобные, они функциональные. Можно их совмещать с любой вещью, которая находится в вашем гардеробе. Также и мюли очень круто смотрится, даже со спортивными сумками, какими-то такими интересными вариантами платков, платьев, брюк и так далее, и так далее. То есть очень много вариантов носки, поэтому мюли – это один из самых классных трендов для экспериментов. Позаботьтесь об обуви для своих мужчин. Например, обратите внимание, конечно же, летом на сандалии и на обуви с префарацией. Они очень удобные, а самое главное для мужчин, основные два критерия – это, конечно же, комфорт, удобство, а также качественные материалы и качественные ткани. Мир моды и трендов очень изменчив, но самое главное, конечно же, оставаться самим собой, найти свою индивидуальность. И одежда, и обувь – это всего лишь инструменты, которые могут подчеркнуть ваш невероятно красивый стиль и ваш внутренний мир. Совсем недавно прочла очень интересную информацию. Оказывается, больше всего пластических операций делают в Южной Корее. Почти, даже если не ошибаюсь, каждый 72-й кореец сделал себе когда-либо пластическую операцию. Ну и мы в Якутске, кстати говоря, тоже потихонечку приучаемся к этому. И сегодня в нашей студии Мира Семенова, врач-косметолог медицинского и СПА-центра «Канти». Здравствуйте. Здравствуйте. Мира, ну вот мы заговорили про пластические операции, про вообще, про подтяжку лица сегодня поговорим, да? И вот я знаю, что у вас в СПА-канте появился такой, ну уже давно появился, да, очень интересный, как это правильно сказать, аппарат, да, ультраформер. Что же это такое? Ультраформер – это южнокорейский аппарат. О, южнокорейский. Для смаз-лифтинга. На данный, на сегодняшний день очень высоковостребованная процедура по всему миру. И этот аппарат активно используется в 82 странах мира. С помощью этого аппарата мы можем вернуть молодость кожи без скальпеля. То есть подтяжка, как таковая, исключается, да? То есть операции нет? Операции нет. Без хирургического вмешательства нет. Да, вы что? То есть это такая своеобразная подтяжка, но без ножа. Без скальпеля. Без скальпеля. Очень интересно, а за счет чего тогда происходит именно вот такой эффект? Ну, что такое смаз-лифтинг? Смаз-лифтинг – это безоперационная подтяжка лица. Мы воздействуем высокочастотным сфокусированным ультразвуком на уровень смаз. Что такое смаз? Что такое смаз? Об этом, наверное, стоит поговорить чуть позже. Самое главное, что мы отметили, что это воздействие ультразвука, правильно? Отлично. Очень интересная беседа. Оставайтесь с нами. Сразу после рекламной паузы мы продолжим наш диалог. Итак, мы продолжаем эфир «Города женщин». И до ухода на рекламу мы поговорили с Мирой Семеновой, которая является врачом-косметологом медицинского и спа-центра «Канти», о такой процедуре, как смаз-лифтинг. Ну, а теперь давайте поподробнее. Что же это такое? Что такое смаз? Это поверхностно-мышечно-поневротическая система. И именно эта система отвечает за овал лица и провисание тканей. То есть мы с помощью этого аппарата переводим ультразвуковую энергию в тепловую с целью запуска неоколлагенеза. И температура в зоне воздействия от 60 до 70 градусов по Цельсию. И начинает образовываться новый коллаген. Образование нового коллагена даёт мощный лифтинговый эффект, уплотняется кожа. И эти результаты уже видны, уже с четвёртой недели. И эффект лифтинга нарастает в течение трёх месяцев. Так это горячо получается, да, по ощущениям? Вот больно или нет? По ощущениям что это? По ощущениям терпимо, но ощущается тепло. А, просто тепло, не горячо, да? То есть оно внутри там. А как долго держится эффект? Эффект держится, ну, индивидуально от 6 месяцев до 2 лет. Несмотря у кого какая кожа. То есть это, значит, после третьей процедуры уже заметно. А всего сколько процедур нужно? Нет, мы делаем одну процедуру. Одна? Одна? Ничего себе! Так, 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 отсюда поподробнее. Отсюда поподробнее, да? Одну процедуру делаем, и уже сразу будет введен эффект? Через 4 недели. Через 4 недели видны уже. То есть это механизм, они запускаются через 4 недели? Да, это твой коллаген. Образование коллагена 4 недели, и ещё нарастает в течение 3 месяцев. Окончательный эффект. То есть, значит, такой гиперэффект, это в течение 5 месяцев, да? Ну, примерно, да. 5 месяцев. И то есть через полгода можно повторить опять процедуру, да? Есть показания, можно повторить, а так обычно делают раз в год. Мира, а подскажите, с какого возраста-то нужно об этом позаботиться, если касаться именно лица? Ну, желательно после 35 лет для профилактики птоза, овала лица. Всё, пора, пора идти на смаз-лифтинг. А вот тогда возникает следующий вопрос. Подожди, смаз-март, а очереди там нет? Да, да, вот там нет очереди, правда. Это такая... А вот по времени, вот сколько проходит процедура, и как это всё? То есть человек находится в спокойствии, да, или как? Ну, по времени примерно от часа до полутора часа, смотря сколько зон обрабатываем. Отдельно можно обработать подбородок, отдельно среднюю треть, и отдельно вот глаза латеральному. А что касаемо вот, допустим, зоны живота, нет? Также по телу тоже есть процедки. А, и тело тоже есть? От целлюлита, от дряблости кожи. Всё. Как будто чудо-аппарат. А какие же противопоказания есть? Ну, как и любая процедура, имеет свои противопоказания. Есть абсолютные и относительные противопоказания. Ну, к абсолютным относятся онкологические заболевания, беременность, лактация, болезни соединительной ткани, сахарный диабет, если человек принимает инсулин, гипер- и гипофункция, щитовидные железы тоже может быть противопоказания. Такие очень серьезные. Ну, а гипер- и гипофункции этот человек может и не знать, надо ему про эти обстоятельства. А вот всё-таки такого просто, да, ультраформера, это же воздействие тепла и так далее, да? А есть ли аллергические реакции после него? Нет, аллергических реакций быть не может. Вообще? Потому что это своё. Потому что тут в организм ничего не вводится. Всё понятно. Ничего не вводится, поэтому... Хорошо. А какие процедуры следом должны идти за ним? Нужно ли как-то это поддерживать, эффект, или достаточно одного раза? Достаточно одного раза, но можно сочетать с процедурой биоревитализации за две недели, можно курс пройти. Можно сочетать с поверхностными пилингами, также с аппаратными методиками, лазерное омоложение, РФ, лифтинг. А насколько, знаете, здесь такие вот сейчас модные очень всякие сыворотки, глубинные кремы, они как, вот после такой процедуры нужны или нет? Нет, они в любом случае нужны. Да? Ну, то есть, как бы, косметические средства никто не отменял, это, так сказать, исключительно только для подтяжки и овалы мы формируем? Ага, мы работаем уже на уровне 4 миллиметра, даже до 6 миллиметров. Такая глубина большая? Ага, у нас есть насадки 6 миллиметров, 4,5 миллиметра, 3 миллиметра, 2 миллиметра и полтора миллиметра. А как вот визуально? У нас есть картинки, мне хочется посмотреть. Давайте посмотрим, да, как это выглядит. А, вот, вот как раз, твои кожи. То есть, видно, вот поверхностный слой эпидермис, дерма, жир и мышцы. Жир и мышцы. То есть, мы воздействуем уже до мышц. А, то есть, на мышцы, то есть, вот самый глубокий слой, да? Ну, коллаген же в мышцах образуется. Вот так вот. Вот так вот. То есть, подтягивается не просто кожа, а именно вот. Вот, смотрите, как работает. Очень интересно. Мышцы лица. Да, да. И мы тогда, почему вы посоветуете именно ультраформеры, а не другие косметологические препараты? Ну, ультраформер создан для тех людей, кто не планирует пластические операции, допустим. Кто не хочет проходить реабилитацию после операции? А мне сразу вопрос... Кто боится, да? Нет, нет, а мне сразу вопрос, а сколько раз вообще его можно делать? Вот, допустим, ну, я вот сделала один раз, через два года, вы говорите, или по показаниям повторила. А сколько вообще-то, какое количество раз? Всю жизнь можно делать бесконечно. Бесконечно. Бесконечно, да? Супер. Очень интересно. А вот основные проблемы, с которыми приходят женщины, именно вот на такую процедуру, как смаз-лифтинг? Это... Ну, смаз-лифтинг для нашей азиатской кожи, ну, показан практически всем. Всем почти. Потом нету периода реабилитации, процедура безболезненная, может быть покраснение после процедуры, если кожа очень чувствительная. И это покраснение сходит в течение двух часов. А вот можно же шею, да? Шею тоже можно обрабатывать от приобрести. Это самая, мне кажется, такая нехирургическая, да? Самая нежная. Нежная. То есть на шею обращайте внимание, она всегда выдает правильный возраст. Девочки, самый полезный совет, назначать следить за собой, со своей кожей после 30 лет, и главное не бояться, да? Ведь все-таки у нас век новых технологий, и в нашем городе есть профессионалы, есть оборудование. И хотя бы попробовать, мне кажется, можно начать вот именно с такого, вроде бы, безвредного и такого очень... Очень хорошего альтернатива, да? С масс-лифтинга. И в этом вам, конечно же, поможет Канти. Приходите в Канти. На этом мы благодарим вас. Спасибо большое, что пришли и рассказали нам про такой интересный вот именно вариант, да? Омоложения для девушек. Очень женскую такую тему. Мы будем рады видеть вас снова. Спасибо. Спасибо. Ну, а сейчас мы переходим на следующий сюжет. Совсем скоро пора свадеб будет в самом разгаре. Как же выбрать свадебное платье? Смотрим на экран. Свадьба – это особенное событие для каждой пары. И невесте как никогда хочется выглядеть на ней роскошно. А поможет ей в этом правильно выбранное платье, которое подчеркнет ее достоинство и останется в памяти надолго. Сегодня мы поделимся несколькими советами от дизайнеров, как все-таки не ошибиться с приобретением самого важного наряда. Для начала можно изучить журналы, сайты для того, чтобы лучше узнать о современных тенденциях. Как известно, свадебная мода от сезона к сезону меняется очень медленно. Но такие находки, как сверкающие платья, пышные юбки, интересные накидки всегда будут востребованными. Сейчас очень актуальны воздушные юбки, полупрозрачные ткани и, конечно же, кружево. Такие платья подойдут романтичным натурам, которые хотят подчеркнуть свою нежность и женственность. И в самый важный день почувствовать себя настоящей принцессой. Но в любом случае стоит отталкиваться от личных предпочтений, чтобы лучше подчеркнуть именно свою индивидуальность. Разумеется, вы выслушаете огромное количество советов от друзей и родственников, пока будете выбирать то самое единственное свадебное платье. Поэтому лучше не берите с собой огромное количество родных и близких. Взгляд со стороны, конечно, важен, но лучше ограничиться двумя хорошими знакомыми людьми, которые объективно оценят ваш наряд и смогут дать действительно дельный совет. Что касается самой примерки, то девушки чаще всего выбирают из пяти основных претендентов название того самого единственного платья. Но дизайнеры советуют лучше примерить от 10 до 15 вариантов. Если будете примерять больше, то тогда ваши глаза просто-напросто разбегутся, и вы, возможно, не сможете рассмотреть то самое платье своей мечты. Очень распространена ситуация, когда девушка выходит из салона не с тем платьем, о котором она мечтала. Это, конечно, замечательно иметь представление о фасоне и стиле того или иного платья. Но не стоит зацикливаться на определенных вариантах. Лучше всего довериться опытным консультантам и попробовать примерить что-то интересненькое. Не забывайте о дополнительных расходах. Лучше сразу рассчитать бюджет на весь образ и включить в него различные аксессуары. Старайтесь выбирать такие салоны, в которых подгонка платья входит в стоимость. Это значительно сэкономит ваш бюджет. В салоне «Анна вечер» невеста имеет возможность не только бесплатно воспользоваться услугами швеи, но и получить фату в подарок. Платье от 7 тысяч рублей, от 42 до 62 размера. Помимо этого, здесь имеется огромное количество бонусов, конкурсов и акций, которые станут отличным дополнением к покупке. Также вы сможете выиграть путевку в Париж. Выбирая платье мечты, старайтесь прислушаться к своим желаниям. Следуйте моде, но не забывайте при этом о личных предпочтениях. Итак, вы смотрите вновь программу «Город женщин». Машенька, тебе слово. Я просто увидела в нашей студии гостю, который сейчас увидит и все телезрители, и вспомнила историю, поскольку я знаю, о чем мы сейчас будем разговаривать. Я хотела затравочку сделать, как я один раз разговаривала с своей подругой по телефону. Мы на чем-то таком отвлеченном беседовали, и время было позднее. Мы уже так должны были, мы должны были с ней встретиться вообще, просто так разговаривали. И начали зевать, вот тут разговаривали. Я говорю, ну ладно, пока. Она говорит, ага. И вдруг, я говорю, алло, Катя. А, а? И ну, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я, значит, через некоторое время к ней приезжаю, в этот же день. Я говорю, что круто случилось-то? Я говорю, нет, тру. У меня челюсть вывернула. Я зевнула, говорит. И у меня какая осталась? Она, бедная, вышла из дома, давай искать хоть что-нибудь, кто-нибудь помог. Соседка и девчонка там помогла ей вставить челюсть. Вот именно поэтому сегодня мы пригласили в нашу студию Ксению Пиксайкину. Ксения является врачом-стоматологом-ортодонтом в стоматологии Дентекс. Ксения, здравствуй. Здравствуйте. Ксения, ну бывает такое, правда ведь, что во время зевоты... Да, бывает. Это хорошо, что есть люди, которые могут еще оказать помощь рядом. Ведь это же как? Человек открыл рот, а закрыть не может. Это знаешь, какая боль. Это бывает. А что же это такое? Ну вот, сегодня я подготовила для вас такую очень интересную тему, очень важную. Это очень частая проблема, с которой обращаются люди. Это дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Дисфункция в НЧС, сокращенно. Какая дисфункция? Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. То есть я локально покажу вот эту зону вот здесь. Вот здесь она, да. То есть это очень сложный сустав, это парный сустав, так же, как и коленные, локтевые. Но на этот сустав, как бы, приходится больше всего нагрузки, потому что мы с вами постоянно разговариваем. Мы, ну, прием пищи, да, зеваем. Да. И, ну, как бы, это они... Вот этот сустав, он очень активно связан, ну, понятно, что с зубочелюстной системой. Вот. Вот. И при таких проблемах пациент, конечно же, приходит, ну, к стоматологу. То есть не обязательно он придет сразу к ортодонту или к ортопеду. Он придет просто к терапевту и скажет, вы знаете, вот я когда открываю, у меня какие-то вот проблемы. Шилочки. И, да, очень часто такие люди приходят к челюстно-лицевым хирургам, а еще к лор-врачам. Они приходят и говорят, вот у меня какой-то вот хруст вот в области уха. Что это такое? Вот. Ну, и, собственно, все разводят руками, и кто решает эту проблему, не знают. Вот. Ну, эту проблему, как бы, у нас в клинике, в Дентексе решаем, мы ортодонты. Очень интересно, Ксюш, что же это за проблема, мы узнаем сразу после короткой паузы. Ну, действительно, щелчки бывают иногда, и бывает так, что побаливает. Надо сказать, что не непланетяне, это у вас челюсть. Это боль, боль приводит человека. Это боль. А что же это такое, узнаем сразу после рекламной паузы. Мы продолжаем прямой эфир «Города женщин», и у нас в студии Ксения Пиксайкина. Ксения является врачом-стоматологом-ортодонтом стоматологии Дентекс. И сегодня мы говорим про очень актуальную тему, это про дисфункцию... Височной нижнечелюстного сустава. Ну, вы в их челюсти, говоришь. Да, ну, проще говоря, вы в их челюсти. Почему? Вот Ксения во время рекламы сказала, что это актуально сейчас, потому что сезон шашлыков, черешни и так далее, и тому подобное. Побольше раскрыть рот. А, еще гамбургеры, большие гамбургеры. Иногда открывают рот, и там остаются вместе с гамбургером. Ну, хотелось бы вообще начать с того, что человека действительно приводит к стоматологу, и как человек вообще понимает, что у него проблема такая есть. Вот, как манять-то что? Да, во-первых, это сильные боли. И очень плохо, конечно, что человека приводит именно боль, потому что, на самом деле, ранние симптомы вот такой дисфункции, он может наблюдать у себя, ну, задолго до этого момента. Как? А как? То есть, может быть, ваши знакомые, может быть, вы сами слышали, там, у детей, у взрослых, неважно. Когда человек там кушает, когда он, может быть, разговаривает, есть такой хруст. Хруст или щелканье. Бывает такое? Если нет вставной челюсти, а своя, и хруст. И хруст. А даже если вставной челюсти, то такое тоже бывает, конечно. Вот. Вот такие вот проблемы возникают. То есть, боль. Конкретно хотела бы поговорить об этой проблеме. То есть, вообще, как это всё появляется? Начнём, конечно же, с раннего периода, да, с детства. То есть, когда... Ну, вообще, начнём с анатомии зубов, да? То есть, анатомически зубы, они должны быть с буграми, со скатами, с фиссурками. То есть, ну, видели же, да, зубы, как они выглядят? Вот. А у нас есть картина? Ну, мы попозже к ней перейдём. Да, вот. И вот смотрите, когда ребёнок маленький, ну, родители ведут его к стоматологу. И, ну, стоматолог видит какое-то потемнение. Говорит, да, ну, как бы нужно фиссурку, как бы, чуть вот прикрыть материалом, потому что есть потемнение. Хорошо. И вот этот момент очень важный, потому что это первое посещение стоматолога. То есть, грубо говоря, мы вот, ну, врываемся в эту сеть, да, зубную. Вот. И тут очень важно не нарушить. То есть после приёма такого может быть такое, что может быть завышение пломбочки. А, то что, когда зубы? Да, поэтому очень важно, как бы, постоянно проверять, чтобы там не было завышения. И вот, например, осталось завышение какое-то, и ребёнок начинает бруксировать. Это вот скрежетать, скрепить зубами. А, скрежет, да. А я всё время неудобно себя чувствую, когда врач спрашивает, а мне, наверное, надо часто не говорить. Нет, наоборот, нужно всё говорить, проговаривать. Да, и, получается, ребёнок начинает бруксировать. Соответственно, у него идёт перегрузка, и перегрузка идёт конкретно с мышц на сустав. Да, и я бы хотела, да, давайте посмотрим фотографии. Это вот мои пациенты, видно снимки. Это пациент до лечения, пациенту 5 лет, глубокий прикус. В таком положении суставная головка, она углубляется. И, на самом деле, если... Да, 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 это когда челюсть назад. Если в таком возрасте... Давайте следующий снимок. Вот видите, это через... Ой, как сильно. Это через лечение. Нет, вот это уже, вот видите, челюсть, она уже заняла правильное своё положение, она выдвинулась. Вот сравните предыдущий снимок. Да. Да, и вот посмотрите, видно только верхние зубы. Ничего себе. Перейдите на следующий. Вот, видно уже нормальное смыкание зубов. То есть это профилактика. Если провести правильное лечение, то в будущем такой проблемы не будет. Дальше можно ещё посмотреть фотографии. Следующие давайте. Да, и постепенно перейти вот к видео. Вот тоже мои пациенты, тут видите, передние и верхние зубы, они вообще находятся внутри нижних. Видите их, не видно? Да. Да, да, да. А, то есть наоборот, да? И вот посмотрите, следующий, вот тоже через год пациент уже с нормальным перекрытием. То есть года достаточно, да? Ну, как бы у детей, да. Нет, только у разных, у всех разных. У детей, у всех по-разному. И вот следующий, тоже так же хотела показать фотографии на пациентах. Дальше. Давайте следующий покажем. Ещё дальше, ещё дальше. И вот посмотрите, взрослый пациент с дисфункцией, то есть полностью видно только верхние зубы. А вот в таких случаях вот этот пациент обратился с щелчками и с болью, то есть он не мог нормально открыть рот. Мы ему подобрали капу специальную. То есть для чего нужна капа? Для того, чтобы мы расслабили первостепенно мышцы. Мышцы. Что уводит челюсть в такое положение? Мышцы же, правильно? Мышцы, да. Мышцы челюстно-литевой области, то есть жевательные, височные. То есть вот эти вот? Да, мы очень плотно работаем с лор-врачами, работаем с мануальными терапевтами, потому что организм не нужно рассматривать локально, это единое целое. Вот, и вот в видео, которое у нас будет дальше, я могу наглядно, вот в ходе видео вы поймете, о чем я говорю, если где-то что-то еще до сих пор не понятно. Видео пошло. Да, вот смотрите, ребенок с детства как бы в норме должен дышать через нос. Но если есть какая-то преграда, например, аденоиды, очень частая проблема в нашем регионе. У ребенка провоцируется, вот, ну, он начинает дышать через рот, то есть комбинирует, вот видите, показано, да, то есть он открывает рот вынужденно, а аденоиды начинают разрастаться. То есть, соответственно, все, притык, воздуха нет. Таким образом, язык, он начинает, вот это показано стрелочкой, это язык, он опускается вниз, а в норме, в норме язык должен упираться на небо, то есть его положение должно быть наверху. И вот смотрите, у нас приоткрытый прикус, язык лежит внизу, и таким образом у нас, ну, вот, нарушение вот это идет, да, то есть человек вместо того, чтобы дышать через нос, он постоянно дышит через рот. У него сужается верхняя челюсть, вот видите, насколько, да, вот схематично показали, как она сузилась, эта челюсть, вот. Соответственно, все, и считается, что это инфантильный тип глотания, когда вот с приоткрытым ртом... Да, ленивые. Ленивые глотания. Да, вот в таком случае бывает даже аденоидный теплица, это такое вытянутое, губы постоянно приоткрыты, расслаблены, это неправильно. То есть мы, как ортодонты, опять же, да, вот когда приходят детки, мы всегда обращаем на это внимание. Вот на видео видно, то есть в связи с тем, что верхняя челюсть у нас не расширилась, у нас нижняя челюсть ушла под верхнюю, ориентируясь, и она сузилась, видите? И вот локально показан сустав, височно-нижнечелюстной, видите? Да, да, да. Вот, то есть у нас сдвинулась нижняя челюсть, вот как я показывала на своих работах. В кармане в этом. Да, все, и сдавился суставной диск. И вот этот щелчок, это и есть сдавливание вот этого диска. И все мышцы... Вот, и вот посмотрите, да, вот правильно вы говорите, мышцы, вот они все, они отреагировали. Ой, как страшно! Они отреагировали, у них появляется... Как это все связано? Да, это очень сильно связано. Это аденоиды, так и влияли. Да, вот это, сейчас я вот расскажу про это попозже. Вот посмотрите, мышцы, то есть жевательные мышцы, височные мышцы, они напрягаются. У человека что возникает? Боль. И причем такой человек может обратиться даже к терапевту обычному, не стоматологу, о том, что у него постоянно болит голова. Вот что мне делать? А на самом деле это проблема зубов. Начинают мышцы сильно работать, и появляется, видите, истираемость зубов. Господи, у меня челюсть заболела. Вот, аккуратнее. Да, и появляется вот эта истираемость, и вот, опять же, многие такие пациенты, они приходят, говорят, вот у меня там помба вот эта выпала старая. А почему так происходит? Потому что мышцы бруксируют, они в тонусе, они постоянно в тонусе. И вот и получается вот такая проблема. Вот, видите, и, соответственно, у таких людей что происходит? У них, представляете, вот нижняя челюсть задвинулась, а у нас же, ну, дыхательные пути, правильно? И в таких случаях человек вынужденно занимает позицию другую, то есть он вынужденно голову вперед наклоняет, поступление воздуха становится хуже, и когда, ну, вынужденное положение, человек голову выводит вперед, соответственно, у него напрягаются затылочные, оттуда головные боли, проблемы с позвоночником, все. Взвение и все, все, все. Вот, то есть вот это вкратце, да, я хотела рассказать, на самом деле, как это глобально. Вот это вкратце уже заставило мою челюсть болеть. У меня челюсть заболела. Я начала искать правильное положение челюсти. Ксения, то есть первые вот звоночки должны быть, это, во-первых, не надо дожидаться боли, да, и не надо дождаться того, что у тебя челюсть открылась и не закрывается, а первые звоночки, это... Это как раз-таки вот, когда вы видите, что ваш ребенок, ну, бруксирует, вот, или дышит неправильно, то есть постоянно открытый рот. Вот тут я всегда говорю родителям, мама, папа, следите за своим ребенком, постоянно напоминайте ему, закрывайте рот, закрывай рот. Вот я сама в детстве, у меня была проблема, да, тоже с прикусом, мне мама постоянно говорила, закрой рот. Вот, понимаете, это... То есть постоянно нужно ребенку напоминать, потому что ребенок, он же бессознательно это делает, он же не специально рот открывает. Да, как удобно. А потому что, значит, есть преграда. Поэтому я, как врач-ортодонт, я работаю с несколькими специалистами. Это лор-врач, обязательно, это мануальный терапевт. Вот. Одно дело, мы расслабляем мышцы здесь, но мне же нужно, чтобы во всем теле тоже расслабили мышцы. Это делают мануальные врачи. Вот. Поэтому к такой проблеме нужно подходить. Ксения, подскажи, пожалуйста, все-таки если у ребенка возникла такая проблема, и обращаются к специалистам, в течение какого времени возможно исправить вот эту вот дисфункцию и привести это в нормальное состояние? Ну, смотрите, во-первых, мы убираем причину. Например, это завышенная помба, все, мы ее убрали, но у нас вот остался гипертонус. С помощью специальных кап, которые также в Дентексе у нас делают, можно расслабить мышцы. Да, все, мы наблюдаем ребенка. Через полгода, годик, это стабильный результат. А взрослым что делать? Если это приходят взрослые, то здесь очень важно продиагностировать проблему. А действительно ли проблема вот конкретно суставом? Может быть, у человека просто не суставом, может, у него в области сустава это все нормально, но у него есть проблема с костями именно челюстными. То есть это нужно специальную диагностику проводить. Это минимум. Компьютерная томограмма, ОПТГ, ТРГ. Но это я все как бы объясняю уже конкретно на приемах. А потом люди удивляются, что что-то я к стоматологу пришел, мне на ЭКГ подправили. Да-да-да, это все, мне кажется, нужно посвятить, наверное, статью целую у нас, странице об этом. Ну да. Нет, ну Америка вообще считает, что вся жизнь начинается с стоматолога. Они считают, что стоматолог это не из самых главных врачей, потому что все через рот мы посетимуем. Да-да-да. Сто процентов. Ксения, а вот все-таки у взрослых это все немножечко посложнее и попределки. Да, потому что тут у взрослых мы решаем все-таки, что первостепенно. Очень многие взрослые приходят, вот я всегда обращаю внимание, как человек сидит, как человек разговаривает, какая у человека мимика, потому что, опять же, это мышцы лица, правильно? Какая осанка, потому что приходят, вот, например, ну, допустим, подростки, да, ну, не взрослые, но подростки, и вот у них вынужденные позы бывают у всех. То есть учеба там, загнулись, сидят, да, и тут я уже не заглядывая в рот могу посмотреть, что, точнее, да, не заглядывая в рот, я могу увидеть проблему уже. И первостепенно хотя бы отправить, вот, ну, к мануальщику и параллельно работать, вот, уже конкретно локально. Ой, Ксения постоянно, когда приходит в город женщин, она выдает нам столько информации про вот вроде бы наши правильные прикусы, челюсти, зубы. Спасибо тебе большое, Ксюш, конечно, мы рады видеть тебя всегда в городе женщин, и мы знаем, что ты всегда приносишь полезную информацию. Очень грамотный специалист у нас в городе женщин, это прям супер. Чувствуешь себя умнее после письма, Ксения? Итак, дорогие телезрители, на этом наш эфир подходит к концу, не прощаемся с вами, увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok